МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В памяти павших в Новопокровке открыли Парк Победы. Аппарат ИВЛ, компьютеры, все интернет подключили. Ну, как бы все, чтобы население принимать, лечить. Практически можем сделать все. Национальный проект здравоохранения в действии. Новый фельдшерско-акушерский пункт в Козловке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обустройство привокзальной площади и ремонт дорог. К чему пришли на совещании с уличными комитетами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, войска! На службу в армию проводили первых призывников. Это и многое другое далее в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внесение изменений в расходную и доходную часть бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов обсудили на 35-й сессии районного совета депутатов, ставшей внеочередной. О расходной и доходной части бюджета доложил начальник управления экономического развития, инвестиций и трудовых отношений Павел Истрахов. В итоге доходы бюджета этого года составят 1 миллиард 708 миллионов рублей. Расходы 1 миллиард 784 миллиона рублей. Депутаты приняли проект решения, задав вопрос по освоению денежных средств на благоустройство при вокзальной площади в Татарске. Разъяснение по ним дали заместитель главы района Алексей Герасименко и глава города Татарска Александр Шведов. Разбили на два проекта, то есть мы делаем благоустройство, мы его сделали, видели, все, плеточка уложена, заасфальтирована. А оставшаяся сумма, вот бордюр сейчас уложили, пойдет на следующий год. Вот и все. Вторым выступающим была юрист Совета депутатов Светлана Малахова с докладом об изменениях и дополнениях в регламент Совета и о награждении почетной грамотой. В завершении заседания о текущих делах, договоренностях, достигнутых в Новосибирске, депутатам рассказал исполняющий обязанности главы Татарского района Юрий Маркленович Вязов. Он заострил внимание сельских глав на борьбе с камышом в преддверии зимы, а также на более активном участии в проектах и программах с привлечением средств на улучшение жизни населения. Следующая сессия состоится 6 ноября и будет полностью посвящена избранию главы района. В селе Новопокровка памятник павшим в Великой Отечественной войне был установлен к 50-летию Победы. С тех пор прошло более 20 лет. В течение этого времени на мемориале не проводились серьезные ремонтные работы. Жители села решили принять участие в инициативном бюджетировании, с помощью которого и был открыт обновленный Парк Победы. Реконструкция памятника воинам, погибшим в годы войны, стала возможной благодаря областным проектам развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах. Строительным отделом администрации района была составлена смета на ремонт мемориала на сумму более 1 миллиона рублей. Стоит отметить, что жители села также внесли свой материальный вклад в реконструкцию нового парка. Памятник воинам был открыт в 1994 году. Однако бюсты Героев Советского Союза появились гораздо позже. Уже, представьте, прошло столько времени, и с 1994-1995 года не было ни одного капитального ремонта. Все, что мы делали, это, конечно, побелка-покраска, там что-то подклеивание своими силами. Поэтому все пришло негодно, смотреть, конечно, на это не очень приятно. И тут появилась такая возможность поучаствовать в проектах инициативного бюджетирования, которые проводит Министерство финансов и налогов и политики Новосибирской области. Мы вышли с этим предложением к населению, оно нас поддержало. В августе был объявлен аукцион. В нем приняли участие два подрядчика. По его итогам выиграла индивидуальный предприниматель Марина Овинова. Работа по реконструкции парка была проделана немалая. Благодаря помощи местных жителей произвели разбор старого ограждения, тротуарной плитки, выпилили разросшиеся кустарники и осуществили подсыпку грунта. Ирина Ивановна очень рада, что в селе есть такие люди, которым не безразлична судьба своего населенного пункта. Спасибо им, конечно, большое за это, кто откликнулся. Есть у нас инициативные такие. Хотелось бы их поощрить. Конечно, не на моем уровне, а чтобы поощрили их на уровне хотя бы района области. Я буду выходить с этим предложением. Обновление надписей прошло, обновление бюстов. Ограждение новое, освещение, скамьи, урны. Каждый год в зоне памятника осуществляется посадка молодых саженцев. В этом году саму территорию нового парка не стали загромождать растениями. Озеленять небольшую аллею за памятником решили с помощью сосен. В инициативном бюджетировании жители села приняли участие впервые. В дальнейшем в рамках этого проекта глава Новопокровского муниципального образования планируют осуществить ремонт детской площадки. В рамках реализации программы развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области бюджету города Татарска была направлена субсидия на выполнение работ по обустройству привокзальной площади. Также на сегодняшний день есть потребность в разработке проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог на 2020 год. Эти и другие вопросы обсудили на совещании с представителями уличных комитетов и старшими по дому. В настоящее время на территорию города Татарска складывается тяжелая обстановка по ремонту шиферных кровель и многоквартирных жилых домов. В адрес исполнительного директора фонда модернизации и развития ЖКХ направлено письмо о ремонте кровель домов по улицам Ленина, Закариевского, Никишкиной, Смирновской и на площади Базарной. Также на совещании было принято решение о строительстве комплекса объектов системы водоснабжения в городе Татарске на 2022 год. Данный проект включает 5 глубоководных скважин и 2 станции водоподготовки. На данный момент ведутся работы по проектированию. После получения положительного заключения экспертизы будет сформирована заявка на проведение аукциона, проведение работы. В настоящее время идет корректировка по проекту канализационных очистных сооружений. В рамках программы благоустройства территорий населенных пунктов осуществляется деятельность по формированию комфортной городской среды. По улицам Носковая и Кирпичная было выполнено благоустройство придомовых территорий. Также ведутся работы на площади Базарной. В октябре завершена реконструкция игровой площадки Буратино. Также у нас есть потребность до 2024 года в реализации программ строительства городского парка по улице Ленина, реконструкция сценической площадки в центре по адресу Ленина, 74, завершение благоустройства при вокзальной площади. И необходимо еще выполнить такие придомовые территории. Это Никишкин у нас завершит полностью все объемы благоустройства микрорайона, Декабристов революционный, дворовые территории 30 лет ВКСМ Чапаева, улица Закриевского и Ленина, 57. В этом году планируется завершить ремонт городского дома культуры. Необходимые работы уже ведутся. Положительное заключение экспертизы есть. Остается только объявить акцион и освоить денежные средства. По программе капитального ремонта уже было отремонтировано 9 многоквартирных домов. Некоторые считают, что вот мы проведем инструментальное обследование дома, напишет нам проектная организация, что дом подлежит капитальному ремонту. Вы все прекрасно это знаете, что все наши дома, многоквартирные, многоэтажные, они все находятся в сплочном состоянии. И любой дом бери, ему необходим капитальный ремонт. Представители уличных комитетов подняли вопрос о том, что до жителей пятых этажей практически не доходит холодная вода. Заместитель главы администрации Татарского района Алексей Герасименко заявил, что уже сейчас разрабатывается проект по бурению глубоководных скважин. В дорожно-транспортные происшествия дети попадают по-разному. Их анализ показывает, что даже в том случае, когда ребенок неожиданно выбегает на проезжую часть, виноваты взрослые, которые вовремя не научили своих детей правилам поведения на проезжей части. Чтобы предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм, педагоги школы номер 4 совместно с воспитателями детского сада номер 1 вышли на нерегулируемый пешеходный переход. Педагоги совместно со своими воспитанниками подготовили информационные буклеты, в которых говорилось о том, что именно родители являются примером для своих детей. Акция проходила вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, возле которого было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка из 4-й школы. Водителей останавливал сотрудник ДПС, а инспектор по пропаганде правил дорожного движения Марина Хомченко доводила до них статистику случаев аварийности с детьми, причинах и последствиях ДТП. Педагоги и воспитатели также проводили беседы с водителями, агитировали их снижать скорость вблизи пешеходных переходов и вручали информационные буклеты вместе с детьми. Фельдшерский кабинет, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, хозяйственный блок и санузел. Все это помещение нового фельдшерско-акушерского пункта в Козловке. Открытие ФАПа ждали не один год. Козловский фельдшерско-акушерский пункт стал первым наглядным примером исполнения национального проекта здравоохранения. Открытие подобных ФАПов планируется как минимум раз в год. Еще в 2018 году президент России Владимир Путин рассказал о том, что в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, организовать мобильные медицинские комплексы со всем необходимым диагностическим оборудованием. На проект в Козловке было затрачено более 8 миллионов рублей. Все оборудование здесь есть, ну вот знаете, вот все необходимое. Здесь даже есть дефибриллятор. Кто понимает, что это такое? То есть это вот то оборудование, которое позволит оказывать всю необходимую помощь в любых условиях всем жителям. Уже буквально в этом году у нас идет капитальный ремонт детской поликлиники. Получают оборудование специальное и для детской поликлиники, и для лабораторий. И эндоскопическое оборудование уже получено для исследования желудочно-кишечного тракта. Долгожданный наш флюорограф стационарный, мы ожидаем уже в начале ноября, он придет и мы смонтируем его в здание, он же будет у нас не на улице наконец-то. Валентина Сааремец уже 10 лет работает в ФАПе в должности заведующей. Ей приходится быть для жителей и терапевтом, и хирургом, и гинекологом. Много лет Козловский фельдшерско-акушерский пункт располагался в арендуемом помещении детского сада. Теперь в распоряжении Валентины Викторовны не только отдельное уютное и теплое помещение, но и много нового медицинского оборудования. Оборудование, все, которое соответствует всем современным требованиям. Аппарат ЭКГ у нас здесь есть, спирограф, дефибриллятор, аппарат ИВЛ, компьютеры, все интернет подключили. Ну как бы все, чтобы население принимать и лечить. Да, практически можем сделать все. Все равно, допустим, взять общий анализ крови, общий анализ мочи, легче пациенту съездить и туда сдать. Но также мы можем сделать это на ФАПе. Если, допустим, пациент не ходячий какой-то, не мобильный, мы берем и везем сами. Ну как бы все можно и здесь сделать. Ну, к специалистам мы только посылаем для консультации. Охват населения составляет около 350 человек, из них 104 ребенка. Каждый день Козловский ФАП посещают минимум 7 человек. Хотя, конечно, ситуации бывают разные. Этот видеопроектор тоже здесь находится не просто так, потому что в задачи любого фельдшерско-акушерского пункта входит не только лечение и помощь больным, но и просветительская работа. Совсем скоро проектор будет закреплен в одном из кабинетов и с его помощью населению будут демонстрироваться фильмы и программы о здоровом образе жизни, а также профилактики и лечении разных заболеваний. Следующий ФАП в Татарском районе планируется открыть уже через несколько месяцев. Эта программа ежегодно будет реализовываться на территории Новосибирской области. Ну и постараемся, чтобы максимально увеличить количество строящихся объектов на территории Татарского района. Я вас поздравляю с этим хорошим событием, меньше болеть, приходить сюда в гости. Новое лечебно-профилактическое учреждение – это большая радость и самый настоящий подарок для жителей села. Правительство области обещает, что в сфере здравоохранения грядут глобальные перемены к лучшему. И открытие такого ФАПа – это только начало. Общественная организация «Союз женщин» Татарского района озвучила планы своей деятельности на 2020 год. Во встрече с членами организации принял участие исполняющий обязанности главы района Юрий Вязов. «Союз женщин» начал свою работу в 2008 году. В состав активистов женского движения входит около 200 человек. В прошлом году организации был реализован проект, направленный на социальную и медицинскую поддержку женщин на территории нашего района. В конце года будут подведены итоги на лучший женсовет. В ходе встречи Юрий Маркленович рассказал женщинам о планах социального развития района. Акцент был сделан на усилении экономики сельского хозяйства через возрождение завода по переработке мяса, привлечение специалистов, проведение обучения и конкурсов. Должны больше производить молока. Не хватает молока в районе, хотя разговор ведут, что куда его девать. У нас сегодня просто не хватает молока. Стоит завод практически, я не знаю судьбу этого завода. Хотя планы вроде есть, но тут надо внимательно смотреть. Также на встрече обсудили жилищный вопрос. В ближайшее время будет приобретено 12 служебных квартир. Стоит отметить, что на территории Новосибирской области работает много программ, с помощью которых можно привлечь в наш район как можно больше финансирования. На службу в армию торжественно проводили первых восьмерых новобранцев осеннего призыва. Провожали юноши и родители, родственники, друзья, девушки и официальные лица. Действительно сибиряки. Мне довелось служить в разных точках Советского Союза. Но всегда слово «сибиряк» вызывало вложение. Это те люди, которые имеют связь с героями войны, сибиряками, которые отстояли в Москву и дальше погнали фашистов на Берлина. Военный комиссар Виталий Томилов доложил, что призывники убывают на сборный пункт в город Обь, где пройдут медобследования, собеседования с представителями военных частей и уже через несколько дней прибудут на место постоянной службы. Проводы и прощения были недолгими. После команды военкома призывники погрузились в газель и отправились на сборный пункт. Всего до 31 декабря из Татарского района на службу будет направлено 48 призывников. Так прожил эти дни Татарский район. Мы с вами встретимся в следующую пятницу в 18.00. Повтор программы в субботу в 10.30. Не забывайте, что все наши сюжеты и программы вы найдете на наших страницах ВКонтакте, Одноклассниках и на Ютубе. Ну а далее в нашем эфире премьера. Новый фильм из документального цикла «Точки на карте».